Меркель и Путин, в разных часовых поясах, Вальдемар Серов, Русская Германия, Германия 25 мая 2018 года Официальная информация о визите федерального канцлера Ангелы Меркель Ангела Меркель, в Россию появилась всего лишь за 10 дней до ее встречи с российским лидером, состоявшейся 18 мая в Сочи Конечно, речь шла о рабочем визите главы немецкого правительства в РФ, который продлился только несколько часов, поэтому вроде бы особо длительной подготовки к нему не требовалось С другой стороны, такое кратковременное анонсирование визита может говорить и о том, что особых ожиданий перед встречей президента РФ и канцлера ФРГ не делала ни та, ни другая сторона Не случайно ведь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков специально подчеркнул, что беседа Путина и Меркель на Черноморском побережье была лишь возможностью сверить часы по актуальным международным и региональным проблемам На дипломатическом языке это выражение означает, что никакого прорыва в затянувшемся кризисе отношений России и Германии так и не произошло, и никакого сближения позиций двух стран по большинству тем переговоров так и не состоялось Похоже, что часы Ангела Меркель и Владимира Путина по-прежнему показывают разное время Достаточно явными были и расхождения в позициях двух сторон по вопросу о мандате в регионе голубых касок ООН Москва считает, что миротворцы из объединенных наций должны только лишь охранять наблюдателей ОБСЕ Берлин же, со своей стороны, выступает за то, чтобы голубые каски действовали на всей территории Восточной Украины Обеспечивая режим прекращения огня Вопрос о выполнении минских договоренностей по Украине Ангела Меркель увязала с возможностью отмены экономических санкций против России При этом немецкий канцлер особо подчеркнула, что надеется на то, что Украина получит доступ к своей государственной границе Имея в виду участок, который контролирует власти Донбасса Однако не похоже, что в этом принципиальном вопросе в настоящее время возможны какие-либо подвижки Так что санкции, введенные против российской стороны, явно никуда не денутся Важным моментом на встрече в Сочи стало обсуждение проекта «Северного потока-2» Ведь и Москва, и Берлин вроде бы давно уже сошлись на том, что это исключительно бизнес-проект Который не имеет ничего общего с большой политикой Однако похоже, что карты двум лидерам здорово перемешал президент США Убеждая Меркель в серьезной опасности, связанной с этим газопроводом для Западной Европы Добавил Острот в данном вопросе интервью Порошенко немецкой прессе Появившейся как раз накануне Сочинской встречи Украинский политик называет «Северный поток-2» ошибкой исторического масштаба с крайне тяжелыми последствиями Которые еще трудно осознать Владимиру Путину пришлось заверить немецкого канцлера в том Что и после ввода газопровода в эксплуатацию транзит российского газа через Украину будет продолжаться Правда, президент РФ добавил, что Россия будет при этом исходить из экономической обоснованности и целесообразности такого транзита Ничего нового на встрече в Сочи не прозвучало и по вопросу об урегулировании в Сирии Или по вопросу о выходе США из ядерной сделки с Ираном Хотя по второй проблеме у обеих сторон имеется общая позиция Которая вроде бы должна привести их к совместной политической инициативе Ангела Меркель ограничилась здесь общими словами Заявив, что Москва должна воспользоваться своим влиянием на Тегеран Одновременно канцлер поддержала перемирие в Сирии Заявив о готовности еще более тесно сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом Похоже, что единственное, что могли гордо презентовать журналистам Путин и Меркель Это достаточно успешное экономическое сотрудничество двух стран, продолжающиеся несмотря на санкции Так, общий объем российских инвестиций в экономику ФРГ, по заявлению президента РФ, составляет сейчас свыше 8 миллиардов долларов США, а немецких капиталовложений в Россию – свыше 18 миллиардов долларов После спада в товарообороте двух стран, вызванного западными экономическими и политическими ограничениями, в 2017 году товарооборот вырос на 23% В январе-феврале 2018 года эта цифра, по словам Путина, увеличилась еще почти на 13% А общий денежный оборот немецких компаний, работающих в России, составляет сейчас более 50 миллиардов долларов США На фоне этих несколько скучных цифр и достаточно рутинных заявлений немецкие журналисты решили на свой лад несколько разнообразить встречу канцлера ФРГ и президента РФ Одно из немецких бульварных изданий нашло сенсацию в том, что Владимир Путин подарил Ангеле Меркель букет цветов Журналисты расценили это абсолютно нормальное проявление вежливости российского лидера в качестве намека на гендерное неравенство, которое оскорбляет немецкого канцлера В газете утверждалось, что мировые лидеры должны пожимать друг другу руки, а не дарить цветы На самом деле перед тем, как подарить Меркель букет из кремовых роз, фрези и других цветов в постельных тонах, Владимир Путин пожал ей руку А Меркель в ответ поприветствовала его на русском языке Ну а почему все ранее подаренные Путином немецкому лидеру букеты не были оскорбительны А вот этот оказался таковым, осталось на совести немецких журналистов Гитиназистов Гитиназисты Продолжение следует...